Богатый внутренний мир заднего редуктора. Обычно у них бывает, что у них из сателлита вылетает палец. Всем привет! С вами компания OEMZAP. Сегодня у нас на ремонте вот такой вот автомобильчик Santa Fe. С 15-го, примерно, все-таки. Прибыл он с такой вот проблемкой. Точнее, его притянули на эвакуаторе. Вот. Что же здесь у нас произошло? Что произошло? Вот, что у нас вообще развалился. Рендуктор полностью. Корпус у нас лопнул напополам. Причинам пока не могу сказать, что здесь произошло именно. Но, скорее всего, здесь что-то случилось с подшипником. Видимо, он подклинил и, соответственно, все это дело и развалилось. Обычно у них бывает, что у них из сателлита вылетает палец, то есть ось сателлита. Но здесь она на месте. Здесь она на месте. Вот она. Бывает, что вот этот палец, он выскакивает и, соответственно, тоже творит похожую беду. У нас есть редуктор оригинальный. Вот он красивый. Вот. Ну и сейчас мы это дело будем все менять. В принципе, меняется он здесь не так сложно. По времени где-то, может быть, час за ним займет. Сейчас покажем какие-то моменты, если будут. Поехали. Поехали менять его. То нам первым делом нужно, чтобы снять редуктор. То есть снимаем запаску. Далее, нам нужно снять муфту. Ну, в принципе, можно ее потом снять. Ну, проще ее сейчас снять отдельно. Итак, для этого мы откручиваем кардан. Отключаем все вот эти разъемчики от муфты. И откручиваем здесь четыре болтика. Откручиваем эти четыре болта и снимаем муфту. Вот такая красота у нас. Вот этот болтик, он нам не давал выход, потому что он начинал заваливаться. Богатый внутренний мир заднего редуктора. Здесь еще и кусочек муфты отломало. Это уже, конечно, нежданчик. Здесь подшипник разбило, скорее всего. Здесь вот получается, что эта часть болтается. Это шлицевая. И здесь вот видно потеки масла. Это именно с муфты. Здесь тоже по сальнику она может потечь. Так что надо сейчас тоже решать вопрос с муфтой. А, все понятно. Гайка открутилась. У них такое тоже бывает. Бывает у них вот эта гайка, которая стягивает вал. У них бывает она откручивается. В данном случае вот она у нас открутилась полностью и, соответственно, начала у нас вал, ну, перекашивать. Перекашивать вал. Соответственно, зубья здесь. Зубовая зуб на зуб попала и поломалась все. Когда гайка начинает откручиваться, то есть должны были у него щелчки быть. Как правило, ну, при поворотах характерные щелчки с задней части автомобиля. Либо под... Ну, бывает, что подпинывается как будто бы при повороте. Так, ладно, снимаем оставшуюся часть редуктора и будем решать вопрос с муфтой, что с ней сделать. Ну, пока у нас решается вопрос по муфте. Пока поставим наш редуктор в наше законное место. Аккуратненько, главное, чтобы сальник там не запороть. Теперь затягиваем. Теперь зальем масло в редуктор. Масло я уже залил. Сюда уходит порядка 900 миллилитров. Масло мы льем дженгуское, то есть вязкость 75-85. В принципе, давно уже льем. И нареканий на него никаких нет. Муфта вот у нас уже имеется. Она перебранная. Единственное, что нужно будет сейчас переставить насос. С родной муфты. И залить в нее масло. Так, муфта уже все, она обслуженная. То есть ее разбирали, все перемывали. Смотрели состояние. Она внутри как новая. Так. Эта муфта идет у нас на обмен. То есть Эту муфту мы ставим. Эту забираем. В обмен настраиваем. Так, ну что, переставляем насос. Ставим муфту на место. И заливаем в нее масло. Да. Было удобнее это сделать, когда она была снята. Ну ладно, уже поздно. Поздно бить брожжевами. Так, будем так заливать. Теперь нам надо туда пол-литра таким образом залить. Автомобиль собрали. Так, все, все установили на свои места. Сейчас будем проверять. Сейчас поднимем, чуть-чуть подъем. На подъем. Заведем и посмотрим, то есть работает полный привод и нет ли каких-то там посторонних шумов из редуктора. Ставим драйв и поехали. Ну вот, все. Колеса у нас вращаются. Сейчас чуть-чуть разгонимся, послушаем. Никаких шумов нет, ни гулов, ничего не воя. Все, можно опускать автомобиль и отдавать его клиенту. Подписываемся на канал, ставим лайки и приезжаем к нам на обслуживание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!